Серёга, какая твоя самая заветная цель в бодибилдинге? Какой кубок хочется поднять над головой? Друзья мои, как обещал, конечно, вопросов очень-очень много, уже набежало. Серёга, есть ещё один неотъемлемый элемент, скажем, в жизни многих спортсменов, наверное, как и всех, в большей или меньшей степени. Это добавки, спортивное питание, какие-то медикаменты, ну, по-разному можно называть. Спортивное питание, да, начал в эту подготовку первый раз, начал употреблять спортивное питание. До этого не употреблял, до этого не было и таких вещей, как массаж, например, композирование. Было всё более как-то непрофессионально. Сейчас более развернуто, потому что есть возможности, есть хорошее сырьё, которому я доверяю, то есть, и оно проверено, то есть, у меня ни проблем ни с желудком, ни с чем нет, ни высыпаний, никаких, ничего. То есть, всё спортивное питание, которое я употребляю, мне предоставляет мои спонсоры, Genetic Club. Спасибо большое. Да, это да. Кстати, это ещё Лёшу Кузнецову спасибо. Когда мы с ним летели на открытие Siberian Power Shop, именно Кузнецов Лёша показал мне Серёгу и говорит, что такой парень, вот его, говорит, надо, его надо, говорит, в Genetic, а он, говорит, всех поразит. Поэтому, и я знаю, что Сергей во многом согласился сотрудничать с Genetic'ом из-за того, что уважительно относится к Алексею. Ну, и он очень-очень хороший и человек, и спортсмен, и очень мне помогает, и помогает, и поддерживает. То есть, очень ценный человек в моей жизни, я могу сказать так. Хотел бы белку у тебя спросить по протеину непосредственно. Вот мы там... Изолятор. Серёга кушал, когда я только пришёл, я его не стал беспокоить, снимать. Ты сказал, что у тебя, как раз-таки, протеин, приём утром 100 грамм. Да. 100 грамм протеина разом ты пах. Ну, это я беру кашу овсяную, 150 грамм сухой виния, она варится без соли, без всего. Шоколадный протеин туда. Это замешивается. И отдельно блистерами яичные белки, десятичные белков. И получается полкилограмм яблок, то есть, нарезанных. То есть, я ложку этого, закус этого, туда-сюда закусил. Вот так получается. Понятно. Потому что 100 грамм протеина без проблем. Нет, это всё нормально, желудок. У меня с желудком нет проблем вообще. Вообще. То есть, почему? Потому что даже в период этой подготовки, в период всего, я подключал всё постепенно. Я не всё накидывал, потому что возможность есть, я могу накинуть всё. Но я получал это всё постепенно. Из-за этого нет проблем. То есть, многие сразу метаются, метаются и ничего не могут взять. А здесь постепенно добавляют. То есть, у меня получилось отовсюду взять. Вот и всё. Какой из тебя основной арсенал добавок? Основной арсенал добавок... Ну что ты на полу открываешь шкаф? Что там стоит сейчас? Ацетилаль, карнитин. Раз. Пять HTP. Зима. Габа. Джоин. Глютамин. Цитрулин. Протеин. Изолят. Витамин D. У меня есть... Что у меня ещё есть? Чего-то нет. Миробиджир Омега обязательно есть. Витамин D. Витаминный комплекс VitaMax. Много всего. Много всего. Честно. У меня целых два ящика. Надо тебе фотку будет. Надо тебе в гости приехать, посмотреть. Ты знаешь, что у Ромки Холиульна прямо из шкафа, у меня остается такое питание. То есть, и вот честно, голова иногда бывает кипит, потому что бывает набираешь горсть и что-то забыл. А что забыл сейчас? А в рот уже запихнуло, потом выплёвываешь, перебираешь все таблетки, пересматриваешь, не забыл что-то. Потому что съел. Слушай, сколько ты Омеги кушаешь? 15. 15 капсул. 15 грамм. 15? 15 тысяч. Это получается 15 капсул. Да, 15 капсул. И у нас есть 100 Омега 30% кому хочется пересчитать именно содержание непосредственно жирных кислот. У тебя есть какие-то ощущения изменений, потому что ты в этом начал использовать спортивное питание? Мне намного легче и проще. Волосы, ногти, самочувствие, сон. Немаловажный аспект. Ну, спасибо Габе, опять аж теперь. Да, переварка еды и всё, вот это вот, иммунитет. То есть я тут вот такой кабан. Ну, иногда себя плохо чувствую, но чувствую не из-за этого, а из-за усталости. Потому что работаю с максимальными весами и очень сильно устаю. То есть вкладываюсь на тренировки. А в целом, то есть только положительные качества. Только положительные качества. Самое главное, не борчись с дозировками и всё соблюдать. Вот это вот пожелание. Ну, вот. Скажи, пожалуйста, а ты никогда не считал, сколько времени у тебя занимают приёмы пищи в течение дня? Нет, я не считаю, это же жизнь. Как моя жизнь. Просто интересно, на самом деле, сколько времени нужно, чтобы всё это съесть? 8 умножить на 20 минут минимум, да. То есть вот и посчитаем 160 минут. И это получается у нас 2 часа 40. И приблизительно. Ты в это время просто, ты полчаса скажешь... Вижу и смотришь, 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 да? Смотришь. Сроник Ольманс, я постоянно смотрю. Одни и те же ролики. Прямо одни и те же? Одни и те же ролики, да. А, то есть именно вот мотивашки, тренинг, никаких там современных, научных, развлекательных? Нет, нет, мне это не интересно. Я вот же посмотрю на тех людей, которые показали, с чего может добиться человек. Просто другие пока ещё не смогли этого добиться, повторить. А нужно превзойти. Так, понятно, что твои кумиры в бодибилдинге, яд. 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 Короли массы. Один привязанин внёс гормоны инсулин в нашу жизнь, а другой показал максимальные дозировки. Вот так между нами. Вы, ребята, если хотите узнать, я буду без имён, это будет, наверное, более корректно, но отдельный ролик я вам сниму про просто максимальные дозировки, которые лично я своими глазами видел. С абсолютными пруфами там в телефоне, в личной переписке. Без имени на дозировки я вам расскажу. Да, просто так ролик будет называться. Максимальная дозировка, которую я видел. И поделюсь в этом же ролике своим курсом, то, что делаю я. Не как инструкция к применению, а исключительно просто для тех, кому интересно. Аскорбиновая кислота, да? Аскорбиновая кислота, на самом деле, у меня, ну, она присутствует в витаминном комплексе. Вообще, с карбиновой кислоты я потребляю отдельно мало. Я пью аскорбат натрия, содиум аскорбат, буферизированный витамин С. Его можно пить в большей дозировке, так скажем, избегая повышенной кислотности витамина С. Поэтому я вот его использую. Мы его ещё не выпускаем. Хочу, хочу запустить витамин С. У нас есть в линейке. Просто пока сложно решить, насколько такая более дорогая и продвинутая форма витамина С будет востребована. То есть, всё-таки у нас люди на себя тратить не готовят. Опять же, наш российский рынок не готов употреблять нормальной жизни бады, как в Европе и в Америке. Потому что там это подаётся на каждом углу, как говорится. И то есть, там с детства детям это нормально. Здесь это дикость. То есть, пока ещё дикость. Пока до нас дойдёт, это может пройти очень много времени и очень многое, что могло случиться и не случиться, как говорится. Конечно, это лекарство для здоровых, чтобы не заболеть и продлить. Вот даже, смотри, Серёга очень здорово сказал, да, по спортивному питанию. Он же раньше готовился, показывал суперкачество. На что это может повлиять? На качество жизни, на общее состояние здоровья и ваше долголетие. То, что вы можете не один сезон, а десять сезонов от выступать. И просто сохранить себя более, так скажем, в целом. Это не очень немаловажно. Просто у вас период восстановления будет намного меньше после вашей подготовки, чем между вы готовитесь без добавок. Вот в чём суть. Потому что, употребляя что-то запрещённое, как говорится, вы должны понимать, что потом организм нужно восстанавливать. А если мы будем помогать организму на протяжении этого запрещённого, то это будет намного быстрее. Вот в чём суть, ребята. Конечно. Это гораздо больше защищает. Да, это защищает. Многие этого не понимают, но многие себе и вредят. Потому что делают это без, дум, но. Да. И весьма хаотично. Да, всё хорошо. Серёга, какая твоя самая заветная цель в бодибилдинге? Какой кубок хочется поднять над головой? Или статуэтку какого-либо персонажа, возможно? Сомневаюсь. С Олимпией. С Олимпией? Ну, будем более приземлённые. А почему? Нет, не надо. Я сделал про мечту. Хочется побывать на Олимпии. Очень хочется побывать. Мне оттуда привезли кепку вот сейчас с нынешней Олимпии. У меня знакомый ездил. Вёз мне кепку. Очень приятно. Сама атмосфера и саму... Что там собираются самые лучшие. Даже просто побывать там. Уже грандиозно. Побывать в Америке грандиозно. Потому что я там не... То есть даже просто такая детская мечта. Просто даже в Америке побывать. Через свою шкуру понять. Ну, если ехать в Америку, то сначала заехать на Олимпию, да? Всегда, да. Ну, всегда? То есть, когда ты пересекаешь... Спускаешь из трапа самолёта, в этот момент ты рвёшь паспорт. Кричишь «Трамп!» Вдруг. Уже Байден. Уже Байден. Уже Байден. Уже Байден. Да, и, кстати, Байден теперь намного лояльнее к эмигрантам. Смягчают политику, поэтому... Мы готовы. Думаю, что с кубком мистера Олимпия тебя точно примут. Ну, как ты же отдали, как говорится, арабу. В Америке первое место. Два подряд места не могли дать. Это было бы... Ты согласен с местом? Я, кажется... Да. Лучше никого не было. Но Чупан, да, Ходи Чупан, во второй день просто был колоссальный. Наполненный, жёсткий. Но все понимают, что два раба подряд не могут быть. Слишком-слишком? Политика такая. Два подряд. Ещё рано. Ещё рано. Они не на своей земле проводят Олимпию. Ну, главная Олимпия всегда будет, думаю, в Америке. Франшизу, может, проведут у себя, но это всё не то. Да, мы ждём искалу Двейна Джонсон в президенты. Мне кажется, сразу спорт быстро популяризируется ещё выше. Ещё турнир. Турнир у Двейна же будет, Атлетикон. Да, самый вроде такой. Зачемый турнир считается? Финансово. Финансово, да. Он обещает Х2 от Олимпии дать. Да. Как думаешь, это финансовая составляющая Атлетикона? Если она будет, да, и он состоится. А нас постепенно сможет переманить к себе сильнейших атлетов с Олимпии? Или для спортсменов важнее статус? Ну, опять же. Или будут там-там просто? Там-там будет очень трудно. Был же такой, что Ронни Клуман выступал и на Арнольде, и на Олимпии. Он говорил, что это очень тяжело делать два пика даже с промежутком в году. И чтобы быть и там, и там первым. Просто есть очень много атлетов, которые уже за 35, и которые уже доживают, как говорится, свой век. И они, конечно же, поедут за деньгами, мне кажется. Молодые на амбициях, они будут грызть, чтобы попасть на Олимпию. А те, которые уже все повидали, они уже, конечно, будут ради своих детей напрягаться. Разделение, да, такое что произойдет? Да, мне кажется, да, произойдет. Оно и должно так происходить, потому что молодой должен грызть, а взрослый уже должен собирать. Вот и все. Он уже погрыз свое, как говорится. Как думаешь, предстоящий сезон соревновательный, насколько он будет, так сказать, полноценный не в плане мероприятий, да, и ограничения могут быть, в плане спортсменов? Ребята будут уже выходить или они еще, так скажем, потрепаны карантинами, не уверены в возможности выхода на сцену? Все будет, они голодные, их очень много, я их ненавижу за это. Почему в осень выходили? Но тем самым будет интереснее выступать, выигрывать, и конкуренция. Это запомнится, я думаю, сейчас будет одна из самых тяжелых соревновательных сезонов, потому что будет очень много спортсменов. сильных, 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 да, и выиграв их, это запомнит. Скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос есть, тебе не было обидно на прошлом чемпионате России, что у тебя случайно с собой не оказалось плавок? Ну, мне не обидно, я был на… Время, время, я… Слушай, Вик, понятно, что ты был на массе, но многие люди сказали, что у тебя была одна таблета Триампура, грим и плавки, и ты бы вполне мог одержать победу. Как пилицелазик все, и вечер… Как пилицелазик, на мир собрался сразу? Нет, я скажу так, я целенаправленно был на весну, и время еще свяжет нас, мы еще встретимся. Скажи, кого ты видишь сейчас своими самыми главными конкурентами, с кем вы будете бороться за медаль? Сибири – это будет, во-первых, Бажанов, это буду я, это будет Назаренко, свыше ста. Еще будет пару человек, человек семь будут таких прям хороших, я думаю, в именах честно не так сильно, но видео очень хорошее. Все будет зависеть от того, кто даст качество, и как судьи. Оценим. Ну, я думаю, что можно говорить про карту, ты брать не будешь после победы, ты власть на Россию. Да, я планирую Россию, но если мы забираем любителей и соберем, я буду выступать в следующий день. Конечно же. А, а ты можешь не подписывая карту выступить? А, вот так. Уже обговорено. О, очень интересно. Уже об этом говорено. Я уже разрешил. Ага. А, тебе уже разрешили. Подожди. Уже обговорено, что выиграл? Хорошо. Ты точно следишь и ты знаешь. Расскажи ты мне, ребятам, по элит, что там нас ждет? Кого ты, может, ждешь? Кого тебе интересно увидеть в живую? Мне интересно увидеть, чья крижанка, чья кто там будет, чья их будет. Мне интересно с ними в линейку встать со всеми. Со всеми. Чтобы я понял, где, что, зачем и почему. Увидев это, полгода и все будет хорошо. А может быть уже и не надо полгода. Будет все на сцене. Вот в чем суть. Мне хочется с ними встать на сцену и посмотреть на себя в линейке. Как считаешь, Леша, Кузнецов, какой покажет результат? Топ-5. С первого и пятого места. Все будут идти к одно место как к одному месту, как говорится. Кто даст в качество? Кто выйдет в качестве? Потому что, зная элит федерацию, они за качество. Да, там есть один человек, который по жизни чемпион, но зная, что человек дал качество, он выиграл. То есть не задвинуть, не задвинуть. Вот и все. Будем ждать просто всех ученых? Все будут идти друг за другом, да. И главное, чтобы никто не померл. Никто не померл? Это очень справедливое замечание. В процессе, по крайней мере. В том смысле, что не перенапрячься. Потому что у многих уже форма сделана. Также у Алексея Кузнецова форма уже сделана. У меня в степени она уже сделана. Нам осталось просто дожить. Просто дожить, довести, слить воду и все. Так еще много времени до турнира. Можно поменяться, да, и не спорю. Но нужно ли это? Можно же и худшую сторону. Понимаешь, погореть. А ты не считаешь, что ты форсировал, раз ты уже готовый по форме? А у меня сейчас наоборот идет набор машин. Хотя сушка. Сколько ты калорий ел на массы наборе? Честно, я думал, что я ел 7 тысяч. Но газ я ел намного больше. Как ты это выяснил? Потому что сейчас я ем 8 тысяч, я ем меньше еды. А тогда больше еду ем. Так не считал или как? Да, оказывается, я не считал. Я забил только белок, походу. В прошлый раз. А, то есть 7 тысяч калорий только белком и дуралось? Ну, белок там и вот это, да. Ну, практически. Сейчас мы глянем, что у нас. Спрашивали ребятам. Придет интернет. Друзья мои, как обещал. Конечно, вопросов очень-очень много. Уже набежало. Надеюсь, что камера тоже выживет. Поэтому, друзья мои, сейчас мы довольно-таки быстро пробежимся по вопросам, которые вы задали Сергею. Ну и будем, так скажем, оперативно. Достаточно коротко, жестко, сурово. Есть ли смысл отключать соль на подводке? Если она не задерживает, то нет смысла. Я не отключаю. Не вижу смысл отключать соль. Смотря на категорию. Хотя нет, смотря на категорию. Если свыше 100, то нет смысла отключать. Если ты жирный, то ты жирный. Справедливость. Ты жирный, да, но ты жирный. Соль жир не сливает. Да. Что ты делаешь для поддержки сосудов? Забыл это название. Я потом напишу. Утром одна таблеточка. Он есть таблеточки. 500 миллиграмм. Есть таблеточки по 500 миллиграмм. Отлично. Так. Ну вот опять. Ромка, коуч. Самое главное, что Ромка, он же тренер. И спрашивает, сколько ставить Денис Гер на массу? Если совмещать вместе с витаминами. Сколько тренера скажут? Можно не ставить вообще? Можно не ставить, говорит Серёжа. Я живу так, что мне тренер скал и ездил. Все просто. Так проще жить. Голова не думает. Можете не горят. Слушай, а интересуются твоей сейчас антропометрии? Какие сейчас объемы? Руки, бедра, талия? Это не мерил. Руки 55. Больше ничего не мерил. Вес 130 с утра. Ростка 86. Я в Красноярске, ребят, докопаюсь до Серёги. Он там будет лежать, да, пока? Я его просто померяю. Так. Примерное БЖУ. Мы рассказали уже. 650-850 углей, 650 белка, 200 жиры. Ну, так, ребята. Твои рекомендации по борьбе с акне? Как их вылечить либо предотвратить? Слизи, дозировки. Опять же, Роман, говорю, что есть такой арбутант препарат. Сходить к врачу, чтобы он прописал. Все. Опять же, без доктора ни куда. То есть, самим заниматься самолечением. Ну, я знаю, шаг номер один. Идти к врачу. А так, на задочку, ребята, чистое питание. Да, да, да. Кто не жрет всякий хлам, у того достаточно чистая кожа. Ну, Серега, пишут, что ты красавчик и ждут, когда всех разнесешь на России. Спасибо. Вот. Про бицепс уже ответил, Серега. На присне сильно кружится голова. К какому врачу обращаться? Что проверять? Шейный отдел проверить, сдать МРТ. Там очень много проходит мерных окончаний. И чаще всего штанга из-за того, что осевая нагрузка идет. Передавливает. То есть, сходить, сделать МРТ шейного отдела. И главное, благо это все. МРТшка и хирурга. И, да, идти к врачу, чтобы он посмотрел и сказал. А так лучше делать приседания, если это не такие же большие веса в руках. Я всем советую. Меня очень много присылают в руках, держа. А фронтальный? На груди, опять же, передавливает шею. На руках как? На локтях? На низу. Держите. Или на поясе. Пьяный. Ага. То есть. Людей, думаю, до сих пор всех интересует. Немножко подробностей про самую яркую травму. Даже на травму. Как это назвать правильно? Инсульт? Инфаркт? Что именно было? Инфаркт усталое сердце. Потому что был долгий период, что я занимался постоянно спортом. Очень много работал. И, конечно же, это к чему приводит? Когда мы не жалеем, не отдыхаем, не устанавливаемся. Это приводит к тому, что звоночек, который был. Звоночек, грубо говоря, превратится во что-то. Но повезло. Не останавливаемся. Движемся дальше. То есть, мы уже более инфарктируемся с людьми, которые занимаются сферой сердца и все. То есть, Арсений Бритов. То есть, скажи, вот инфаркт, да? Часть сердца получается. Потерял кровоснабжение временно. Да, да. Большой объем мышцы потерял? Обморок. Упал обморок. Уехал, вернулся и все хорошо. То есть, спортивное сердце такого большого объема позволило пережить, да? Так получается? Ну, уже было увеличено после хоккея в полтора раза. Сейчас, наверное, еще больше, как говорится. Ну, да, да. Здесь я еще что-то не закончил, так что надо пахать, работать и выступать. Я еще должен здесь что-то кому-то. Там был вопрос. Какие цели, кроме спортивных, еще такие у тебя есть? Ну, желания, цели. Посмотреть мир. Не знаю. Rolls Royce купить. Что тебе? Зал свой открыть? Да нет. В принципе, цели. Мы сами их придумываем себе, да? Просто нужно смотреть от времени, да? В 21 мы хотим одно, в 25 мы хотим другое. По мере их поступления нужно просто именно ими заниматься, этими целями и уходить в них. И они распыляться на что-то другое, вот и все. И тогда с каждым возрастом они будут разные. Сейчас, то есть, цель выступать. Значит, я буду выступать. Цель будет зарабатывать опять, я буду зарабатывать. Цель будет там, там, там. Сейчас, на данном этапе, в данном возрасте на цели хочу выступить, посмотреть. То есть, вот так вот. Если я буду сейчас что-то еще другое загадывать, я буду думать не о том, что я сейчас хочу, не все.